Уважаемые коллеги, позвольте поприветствовать вас на международной конференции «Научные наследия Ефима Израильча Пасова в контексте развития иноязычного образования», посвященной 90-летию со дня рождения. К сожалению, в прошлом году, обстоятельства, которые были выше нас, мы не смогли провести эту конференцию. Я рада, что прошел год, и мы с вами наконец-то смогли собраться. Издательство «Просвещение» неразрывно связано с именем Ефима Израильча Пасова. Мы гордимся тем, что все его научно-методические разработки были реализованы в тех книгах, учебных пособиях, книгах для учителя, которые разрабатывались Ефимом Израильчем и коллективом, с которым он сотрудничал. Мы очень рады, что Ефим Израильч Пасов обратился к нам первым, когда пошел разговор о русском языке как иностранном, потому что его гениальные методические подходы хорошо уложились, в том числе на обучение русскому как иностранному. Я горжусь тем, что мне в этой жизни повезло работать с ним. Гениальный ученый, прекрасный творческий человек, прекрасный отец, прекрасный муж, прекрасный дедушка. Только так я могу охарактеризовать нашего дорогого Ефима Израильча. А вспомните, как мы все начинали улыбаться, когда он начинал выступать. А как он мог зажечь зал. А как Ефим Израильч мог выступить против любых авторитетов, если с его точки зрения они шли в разрез понимания того, что нужно стране, нашей школе, нашим учителям. Я, конечно, хотела бы сказать о том, что нам повезло, что с нами рассотрудничают его коллеги по Липецкому педагогическому тогда еще институту. И наш коллектив, во главе которого стоит Владимир Петрович Кузовлев, это прекрасное продолжение тех научных идей, которые Ефим Израильч воплощал. Как в немецком музыке, так и в английском. Я должна сказать, что я благодарна коллективу Владимиру Петровичу Кузовлеву за ту память, которую они несут вместе с нами. За то, что они хранят то методическое наследие, которое нам оставила школа Пасова. И я должна сказать, что количество участников всего лишней конференции, количество людей, которые принимают участие из-за рубежа, из стран ближнего и дальнего срубежа, говорит о том, как ценилось и ценится методическое наследие Фима Израильча. Но я, как выпускник педагогического вуза, должна вам сказать, что мы всегда завидовали тем, кто заканчивал его факультет, кто имел возможность учиться у него, и кто имел возможность общаться с мэтром напрямую. Я желаю вам творческих поисков, я желаю вам интересных выступлений, я желаю вам интересной дискуссии, потому что за это время, особенно за последний год, мы все уже друг по другу соскучились. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!